Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас 7 октября. И покажу, кто еще висит у меня на кустах. Дело в том, что иногда бывает, что не все сорта хорошо могут и долго висеть. Бывает, что они начинают загнивать. Бывает, что начинают превращаться в какую-то непонятную кашу. У нас был такой пересор, там попался виноград. Если вы вовремя не снимешь, ну реально получалась каша. И вот показываю, кто у нас еще висит. Это сеня. Сеня вообще сорт ранний. И в конце августа он обычно готов. Сейчас 7 октября. Прекрасно висит. Все при нем. Ягодки все целенькие. Ну, что происходит вообще, когда виноград долго висит? Он еще чуть-чуть набирает сахар. И сейчас он еще более сладкий. Несмотря на то, что и в конце августа, начало сентября он был очень вкусный. Такой конфетка. Но сейчас он стал еще слаще. И мускат, мускат, мускат. Очень такой теперь яркий, выразительный. Несмотря на то, что он и тогда был яркий, выразительный. Но ягода ничуть не потеряла в своем вкусе. Ни в хрусте, вообще ни в чем. Конечно, сейчас мы уже его снимем. Пусть куст отдыхает. Но все сохраняется просто великолепно. То есть такой сорт подходит идеально и для раннего поедания. И в то же время он не требует быстрого снятия и что-то с ним сделать. Можно постепенно по гроздочке подъедать, подъедать, подъедать. Поскольку на кусте он прекрасно висит и хранится. Значит, съедать его можно постепенно и достаточно длительный период баловать себя вкусной ягодой. Еще такими свойствами обладает Аладдин. Правда, вот пару дней назад мы его сняли уже, чтобы съесть. Но тут уже в корзинке остатки прежней роскоши. И по прошлому году он даже, я рассказывала уже, и заморозки в прошлом году перевесел. Абсолютно не потеряв ничего. Происходит при долгом весеннем. Ну, еще больше набирает сахар. Аромат становится тоже еще более насыщенным. То есть сейчас вот эта вот конфетка, конфетка. Тем не менее, не в хрусте, никаких посторонних тонов. И причем ягода не теряет. Еще Лора показывает только одну грусть. Потому что остальные в мешочках, в этом году нам повезло, нету ос. Ну, атакуют птицы. Им очень нравится. Они очень сильно склевывают буквально на глазах. Поэтому вот открыла тут мешочек. Лора тоже может долго висеть. Но с Лорой какая особенность? Если хотим положить на хранение, тогда надо снимать пораньше. Ну, когда ягодка просто нормальная, сладкая. Потому что потом, если очень сильно набирает сахар, может храниться хуже. Потому что Лора, чем дольше висит, тем больше сахара набирает. Сладкоежки, кто любит очень сладко, значит можно держать, держать, держать. Древесина у нее вызревает хорошо. Поэтому как бы без напряга для куста урожай может висеть. Сахар натягивает, натягивает и натягивает. Но, повторюсь, если хотим похранить, значит, то снимаем просто в нормальном сладком состоянии. Не допуская перезревания. Конечно, это не единственная сорта, которая может хорошо сохраняться на кустах. Та же Аркадия вполне могла бы еще до сих пор висеть. Но Сеня чем меня удивил, тем, что он ранний. Из всего того, что я назвала, он очень-очень ранний. И в конце августа его можно было съесть. Ну, в этом году начало сентября. И сейчас вот он прекрасно сохранился. Что на самом деле очень приятное такое свойство. У сорта. При этом, как бы, все при нем. И внешний вид, хорошие, большие грозди. И хорошее опыление. И устойчивость к заболеваниям. И прекрасное вызревание лозы. Ну, сорт не раскрученный. Но сорт на самом деле очень классный. Очень такой перспективный. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свое мнение. Задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда. И мои контакты. До новых встреч.